Дмитрий, рассказывай. Я заинтригован. Хочу посмотреть, как это будет действие. Одно яйцо, мухи, грамм 200, 300. И соль. И больше нам еще не надо. Если будет совсем пусто и тяжело меситься, то можно будет еще измениться. Привычно это ложечкой делаться. Давай, дакить туда. Мы не будем грязными. Мы не будем грязными. Ну что вы, Сима Тима получил. Я думаю, что надо еще одно лицо. Да я тоже. Вот я сделал некрасиво. Ладно. У нас же недавно помытые. Сделал еще менее красиво. Ну ничего, теперь это все увидят в кино. Дима хотел красиво. А получилось как всегда. Должно быть жесткое, как сердце бывшее. С фракцией муки, засохшее такое, в общем, труднолезимое. У меня вымесить руками не получается. Вот может быть машина сейчас сделает из него общую массу. А когда начинаешь катать, оно само все это втягивает, раскатывается. Мы нашли базовое тесто. Яичное. 300 грамм муки, 3 яйца и щепотка соли. Когда его вымешиваешь руками, оно гнется гораздо хуже. Почему так не склеишь? А это уже клеится. Ну как-то оно грубовато мне кажется. Так и должно. Оно же неординарное. Оно будет кататься. Давай, ты делай шар, а я щас дам теплёнку для шара. Ой, слушай, классно лепится, очень хорошо. Специализм знает. По консистенции, как царелла вот эта в крошках. Очень-очень-очень хорошо. Ну как-то оно неоднородное, мне кажется. Оно чуть-чуть слишком влажное, но чуть-чуть. Да-да, то есть должно быть суше, но не страшно, потому что в процессе раскатки мы можем добавлять туда муку. Ну и вообще надо добавлять туда муку, и она ее нормально съест. Да, масло мы с душой туда помешали. Можно будет уже макароны без масла есть. Если не возражать, я немножко посыплю мукой. Давай. Так, у нас питает его только подойти, что сверху. Ну, ничего страшного. Ну так, хотя бы сверху. А потом мы все равно будем добавлять на каждый слой муку. колобок отправляется от бабушки, от девушки. Макароны без масла. Какая прелесть. О, Аня. Класс. Таня тебе подарила. Да, мама. Макароны без масла. Можно сделать шаг назад, сложить пополам. Но мы сейчас будем месить. Пока что это все, что нам нужно. Нам нужна еще ручечка. А это что? А это классная штука для равиолей и фусилий. Фусилий? Фусилия? Так оно называется на этих бабочках? Нет. Фарфалле. Фарфалле. Фусилия такие, типа, закрученные. Вот. Мы сейчас будем делать из этого такие ленты, из теста. А потом можно этой штукой нарезать, сжать и получится фарфалле. Эта штука делает тольятели и, как это называется, спагетти. Спагетти, тольятели, тольятели, спагетти. Очень приятно. И она, кстати, очень классно сюда навешивается таким вот образом. Прямо как на коробке. Телленс. А давай будем уже колобоком. Когда я засовываю колобка в холодильник, колобок весь в муке. Когда я достаю из холодильника, никакой муки на нем не видно. Тесто, несмотря на то, что он густой такое, успевает каким-то образом. У нас сейчас мы достанем, развернем, и оно будет влажненькое и жирненькое. Нет, ну жирненькое это неплохо. Вот. А пока, в прошлый случай, помимо макарон, как эту штукку классно использовать. Ну, понятно, всякие там кельмешки, хинкали и прочее. Лазанья. А лазанья. А лазанья. А лазанья. Аня, что у тебя в руках такое? Колобок. Колобок настоящий? Ммм. Это тот, который от бабушки утек и от дедушки утек. Как он тебе на ощупь? Жирненький? Аня. Ой, ну он прям, да, сильно жирненько-жиденький, но нормально. Давай я его мукой посыплю и ты его так помеси. Вот молодец. Вот молодец. Пол ваш... Блёв. Качалку, ты купил? Да. берем какой-то кусок не было какую-то лепёху очень-очень тесто подвижное получилось живой так ставим на самые толстые отверстия крути в другую сторону как-то она очень-очень медленно лезет она просто жирненькая она проскакивает лезет нормально вот первый блин выходит вот-вот приблизительно так выглядит неоднородно складываем его пополам и снова и туда же сейчас только прикрутил еще раз пополам и так несколько раз на первом пока пока не будет выглядеть однородно класс ну тут на самом деле у нас сейчас цвет в основном масло придает вот и получается вот такой листок смотри он прям вообще огонь его надо посыпать мукой да он еще немножко эту муку смотри ну бери кусочки только не раскидывай пожалуйста все по везде я очень много лепили пиани тут еще много мы успеем вылепить собственно я то это этим методом и решаю я же вымесить нормально не могу поэтому я по сути домешиваю вот этим складыванием двое несколько раз из-за этого типов там полимерные волокна получается и макароны получаются хорошие ваа хорошая классика покрутите да красивенько получается я понял макароны будем продолжать покупать магазин ну да это это знаешь это как целое это событие семейное ну ты же как как пельмени сильно более долго и муторно наша песня гарнонова включим так хорошо в такую оп и погнали ну да конечно это только это такое большое вдохновение но для кинкали он очень сильно просто понимают получается что еда уже занимает время и вагонишь это процесс самое главное в этой штуке процесс если ты хочешь просто поесть не ну еще фреш паста это вкусно ну правда это я еще не знаю что это делать варить надо очень недолго там 5 минут максимум раз-раз-раз-раз я по два раза прогоняю лишним не будет вот такая у меня со второго раза получилось прекрасная вещь давай маша то это хорошо и с другой стороны замечательно хорошо теперь нет вот так вдвоем это конечно быстро ой класс это лучшее сегодня вообще прям готовая для лазаньи сложи его вдвое пару раз еще если прям сильно густое тесто тогда можно по два главной чтобы они не склеивались пока лежат они еще должны отлежаться опять можно на самом деле сразу варить они прекрасно хранятся они прекрасно лежат если ты просто оставляешь на свежем ну где-то с доступом воздуха вот и все нормально но вот тут как раз тот момент когда если тесто было сильно мягкое то они начнут там не слипаться тоже немножко перепрыгаю что-то они стали потолще я подозреваю что это из-за того что они эту муку впитывают то есть и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok